МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый серьезный снежный циклон пронесся по Южно-Сахалинску в самом конце рабочей недели. Особых проблем стихия не доставила. Из-за плохой видимости и сильного бокового ветра в аэропорту Южно-Сахалинска задержали практически все рейсы. Дополнительный выходной получили школьники. Занятия отменили в обе смены. Без чрезвычайных ситуаций обошлось и в энергетическом комплексе острова. Проблемы возникли только в дальнем Ихомутово. Их устранили за пару часов. В ночь на пятницу почти 280 единиц техники вышли на расчистку Южно-Сахалинска. За состоянием пешеходных зон следили более 100 рабочих. В ночь опять где-то более 250 единиц техники на вывозе. Все должно успокоиться и будем заниматься уже приведением города уже в порядок. Если первая ночь это поддержка, вторая ночь это уже наведение чистоты и порядка в городе. Городские службы областной столицы снова показали, что готовы оперативно реагировать и слаженно работать в любой экстренной ситуации. Основную часть нашей сегодняшней программы мы решили посвятить относительно новому способу взаимодействия людей и власти. Это общение в соцсетях. Они давно стали главным источником новостей о событиях в мире и в жизни наших друзей. А теперь это еще и современная платформа для диалога с чиновниками практически всех уровней. Аккаунты мэра и губернатора быстро набрали популярность. Здесь напрямую, минуя очереди и кабинеты, можно задать любой волнующий вопрос. Кроме того, сахалинцам доступны и другие сервисы. Они позволяют оперативно связаться с любым профильным ведомством. Только за январь в систему «Сахалин онлайн» поступило больше 100 обращений. По сравнению с прошлым годом рост пятикратный. Практически на все вопросы нашлись ответы. Мы спросили у южносахалинцев, обращались ли они к чиновникам через соцсети. Обращались в соцсетях к губернатору по поводу жилья. Обещали помочь? Нет, еще не успели, но планировала. А по кому вопрос? По вопросу субсидированных билетов на самолеты. Ребенок учится в Хабаровске. Пришлось, не знали время каникул, когда у них там все это заканчивается. И пришлось за полную стоимость брать билет студенту. Когда наконец-то вот это вот, где жилой сектор, переведут на газ. Дышать невозможно. Над городом смог стоит просто-напросто. Воспользоваться сервисом легко. Это можно сделать через мобильное приложение или зайдя на сайт «Сахалин онлайн». В системе есть шесть категорий. Мой двор, мой дом, мой город, общественный транспорт, дороги и образование. Но вернемся к более частным вопросам, которые задавали мэру Южно-Сахалинска Сергею Нацадину в прошлом месяце. Одной из самых актуальных тем стал отдых на свежем воздухе. Зима для сахалинцев вовсе не время для спячки и хандры. Мы любим проводить время под ярким январским солнцем. В горах, на природе и даже в черте города. Рекорды посещаемости бьют катки. В этом году к новогодним каникулам в городском округе их обустроили 14. Расскажи, пожалуйста, как качество льда. Пришло проверим. Хорошее. Хорошее, да? Вам нравится? Да, нравится. Вы здесь сколько раз катаетесь? Первый раз. Да? Да. Приехали с Тамари попробовать лед. Тамари приехали, да? Классно. И вам нравится, да? Хорошо, да. Ну, удачи вам. Спасибо. Хорошего настроения. Первый раз встал на ноги. Еще ни разу не падал? Нет. Еще не упал. Лед хороший, прекрасный. Близкий. Мы даже не ожидали, что таким будет лед. Ну-ка, скажи, как тебе? Да, нормальный лед. Но это центр города, площадка у дома торговли. А как же обстояли дела на окраинах? Вот здесь, южно-сахалинцам, и пригодились соцсети. Вопросы поступали от жителей улицы Украинской, Лугового и Старорусского. На Украинской коробка есть, а вот льда не было. Почему так поздно вы шевелиться начали? Ну, был проведен мониторинг в начале подготовительного этапа. И отсутствует точка подключения воды. Самая главная проблема. Так, а что ты сейчас делаешь с водой? Ну, что изменилось вот с тех пор? Есть коток, ну, в принципе, он, может быть, не самый современный, но он есть. Есть жители, которые просят. И, ну, в общем, все в ваших руках. Вы скажите, какая вам помощь нужна? Вот я пригласил тут директора департамента. Ну, парк там есть. Парк вообще там в чистом поле залил. То есть там даже ограждений нет. Просто взяли, залили, сформировали снежные ограждения, залили. Вот в чем разница между вами и ими? Пользуясь случаем, мы жителям, которые живут здесь в соседних домах на улице Украинской, вот в присутствии руководителя департамента и руководителя муниципального предприятия «Спортивный город», говорим о том, что 17 января коток будет готов. Следующий пункт – Луговое. В этом планировочном районе сейчас очень много семей с детьми. И им где-то нужно проводить время со своими малышами. Люди обратились с просьбой соорудить для ребятни горку. Через день сюда техника заходила, и мы поправляли эту горку. Единственный момент еще, да, то есть как бы есть недобросовестные водители, которые заезжали на эту горку, ну, и, соответственно, наносили урон. Мы разделим, да, две полосы этой горки, да, будет спуск для санок и аргамаков, и, соответственно, еще один спуск для ледянок, чтобы одна поменьше будет, другая побольше, чтобы катались разные возрастные категории детей. Сама идея, она хорошая, поэтому мы будем поддерживать и помогать, и обустраивать такие горки в маленьких микрорайончиках, чтобы детишкам было удобно проводить свое время на свежем воздухе, морозном, хорошем, в нашу зиму сахалинскую. Финальной точкой этой поездки стала Старорусская. Здесь в прошлом году построили современный спортивный комплекс под открытым небом. Это желание самих жителей, которые со своим проектом вышли на инициативное бюджетирование. О том, что здесь будет каток, это все знали, инициативное бюджетирование, мы сюда ездили, все это смотрели. О том, что катки переходят в спортивный город, мы об этом тоже говорили несколько раз, поэтому ничего тут, никаких новостей нет. Надо просто смотреть на это дело, как на обычную жизненную ситуацию, причем она такая, не очень сложная, по большому счету. Это не полет в космос. На месте мэр поставил конкретные и весьма сжатые сроки. Через неделю все должно быть готово. Мы сегодня разговаривали с людьми в доме торговли, вот хорошая площадка, разговаривали с людьми, и они говорят, а мы в Стамари приехали покататься сюда. То есть люди приезжают, но и те люди, которые живут там, где могла бы быть площадка, они тоже хотели бы кататься, никуда не ездить, а вот в шаговой доступности, там, где они живут, и кататься, и наслаждаться. Потому что дети любят это времяпровождение, бессловная молодежь. Поэтому мы завершили эту поездку, сегодня поездили по многим точкам, завершили эту поездку в Старорусском. Здесь, благодаря инициативе граждан, построена современная, спортивная, вот такая хоккейная коробка. И, безусловно, здесь надо делать лед, безусловно. Конечно, мы, и мы занимаемся этим. Затянули, да. Ну вот сегодня поговорили с коллегами с тем, как ускорить эти работы. Но, безусловно, вот эти все обращения, которые приходят ко мне по соцсетям, мы их внимательно смотрим, безусловно реагируем. И, конечно, будем делать это и дальше. Дополнительно по поручению мэра мы доработаем еще два корта. Это на Украинской, 22, и в селе Старорусском. Активные жители Старорусского по-настоящему подружились с властью именно в соцсетях. Такой способ общения реально работает. Я считаю, что это очень эффективно. Потому что раньше через все приемные надо было пройти, потом процедуры, ответа. Не обязательно с какими-то жалобами всегда. Люди сразу это рассматривают как-то, понимаете, как будто мы будем жаловаться на какие-то житейские трудности. Тем более, проживая в деревне, люди привыкли к трудностям каким-то, чем в городе. И не так они возьмут лопату и сами что-то сделают. Они более работоспособны. Но я здесь живу уже лет, наверное, около 30. А раньше в городе жил в Долинске. Поэтому нам, конечно, заинтересованы, чтобы была у нас прямая линия, связь, чтобы реакция была. Контрольная дата – 17 января. В Старорусском обычный выходной день стал праздничным. У корта собралось без преувеличения почти все село. Очень важно. Потому что раньше по инициативе ДК здесь, вот на этом месте буквально, заливался. Вот на таком грунте заливался каток. Он был востребован детьми и взрослыми. А потом перестали это делать. Ну а сейчас в рамках бюджетирования инициативного мы получили такой корт замечательный. Конечно, это важно. И корт, и футбольная коробка. Конечно, спортивные объекты нужны сельской местности. После того, как был построен данный объект, существует процедура передачи его той организации, которую будет эксплуатировать. В связи с тем, что именно произошла затяжка по передаче документов. Поэтому пришлось, так скажем, совместными усилиями и администрации города в лице мэра, и меня, и руководителей спортивного города в экстренном порядке залить этот каток, для того, чтобы дети могли кататься. Для нас это, честно говоря, долгожданное событие. Поэтому мы долго ждали, долго согласовывались с администрацией, наконец-то получили то, что желали, то, что хотели. Поэтому здорово. Не меньше радости было и у юных жителей улицы Украинская. Здесь обещание также было выполнено в срок. Каток готов, и смелые пятерки хоккеистов разыграли на льду немало шайб. Найти ответ и помощь в социальных сетях можно не только по таким большим общественным вопросам, но и в решении частных проблем. Вот у меня сделали ремонт такой красивый. Обои сама выбирала, конечно, и двери выбирала сама. Однокомнатную квартиру Надежды Александровны теперь не узнать. Подрядчик полагался на мнение женщины в выборе обоев и дверей. Она планирует заехать в квартиру, как только выпишется из больницы. Судьба у инвалида второй группы не из легких. Ее детство прошло в Кировском доме-интернате. А когда женщине исполнилось 16, она переехала в психоневрологический интернат. В 2013 году переехала в Южно-Сахалинск, а затем получила однушку в областном центре. До ремонта состояние квартиры было удручающим. Без слез не взглянешь. Мне в августе начали делать ремонт. Сначала позвонил мужчина Сергей. И предложил, говорит, я Сергей, подрядчик, буду делать у вас ремонт. Понимаете, я была на первом месте радости. Я же плакала. Вот можете посмотреть, как сделал ремонт. И я радостная. И спасибо тем людям, которые делали ремонт. Большое им спасибо. Очень благодарна им. Надежда Александровна далеко не единственная жительница города, которые оперативно помогли решить сложный вопрос. Ни один комментарий и сообщения не должны оставаться без ответа. Сегодня самые популярные соцсети, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, официальные звенья в машине, обратные связи, власти с населением. Субтитры создавал DimaTorzok